Крупнейший частный банк Украины перешел в государственную собственность. Клиентами финансового учреждения являются 20 миллионов украинцев. Им не о чем беспокоиться, заверяет новый владелец структуры Министерства финансов Украины. Так ли это, выясняли наши корреспонденты. Ажиотажа возле банкомата Приватбанка не наблюдается. Хотя в первые три дня после обнародования информации о национализации финучреждения украинцы сняли наличными почти 200 миллионов долларов. Ради интересов клиентов акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением о национализации из-за череды информационных атак. За последние два года их было семь, что привело к оттокам средств физлиц и корпоративных клиентов. В Национальном банке Украины ситуацию объяснили так. Дефицит капитала Приватбанка составил около 6 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем дефицит госбюджета страны. Так случилось потому, что 97% кредитов Привата были выданы юрлицам, связанным с его же акционерами. От состояния дел в этом банке зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране. Настолько он крупный или, как говорят специалисты, системный. Из-за этого его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Именно поэтому мы приняли беспрецедентное решение его перехода в стопроцентную государственную собственность. На вкладчиках банка процесс национализации не отразится. Государство гарантирует сохранность средств на текущих и депозитных счетах. Другой вопрос, сможет ли новый владелец сохранить тот уровень работы и обслуживания, которого достиг Приват, обеспокоены эксперты. Он настолько выбился вперед, что ни один банк просто не может его догнать. Это все равно, что сравнивать космический корабль и повозки на конях. Необходимо будет сохранить систему, ее трудоспособность, не допускать просрочек платежей как физических, так и юридических лиц. Не исключено, что банк перепродадут частично или полностью, предполагают эксперты. Еще один возможный вариант – слияние Привата с другим государственным финучреждением – Ощадбанком. В любом случае, удержать банк на плаву заинтересованы все. Это не сугубо украинская, только внутриукраинская игра. Здесь завязаны слишком большие интересы для того, чтобы допустить коллапс финансовой системы. Поэтому, я думаю, что ключевой вопрос заключается в том, удастся ли государству удержать доверие к Привату на том уровне, который был. Международные финансовые сообщества – МВФ, Мировой банк и другие – одобрили национализацию Приватбанка и считают этот шаг гарантией финансовой стабильности в Украине. Анна Паначук, Михаил Мишенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина. Анна Паначук, Михаил Мишенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина.